Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья! В Москве 14 часов 3,5 минуты. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. У нас сегодня программа «Лучшие в стране». И в гостях у Страны.ФМ эксперт по фитнесу. Телеведущая фитнес, гуру фитнес, мама, диетолог, нутрициолог, писатель Арина Скоромная. Привет! Привет! По-моему, первый раз про меня сказали практически все, что можно было сказать. Да? Рассказывай, как же ты докатилась до такой жизни? Ну, не всегда же мы восхищались тобой в Инстаграме, где уже сколько? 400 тысяч с чем-то там, да? Ну, уже почти 500. Почти 500 тысяч. Когда-то ты, наверное, тоже не питалась 6 раз в день. Когда-то все было по-другому. Да, когда-то было. Причем это было... Я не с молодых лет, скажем так, начала правильный образ жизни. Где-то с 24 лет это получилось. Вот. И вот уже как 6 лет я этим занимаюсь. Не только спортом и правильным питанием, но это стало моей профессией. Расскажи, сложно ли было начать и с чего ты начинала? На самом деле попытки у меня были начать еще ранее, до 24 лет. Они были просто небрежные, как у большинства людей. В чем небрежность? В том, что неправильный был подход к тренингу. У меня всегда отличный подход был. Я люблю спорт. У тебя спортивное было детство? Расскажи вот об этом. Я вообще в школе была лучшей среди мальчиков. Так. Меня ставили в пример. Я подтягивалась больше всех мальчиков, которые у нас были по всей параллели. Вот. И постоянно вот... Где мальчики такое унижение терпели? Расскажи. Школа 16.05. Учитель всегда меня вызывал, ставил мальчиков и говорил, смотрите, стыдно. Вот, парская... Ой, господи, отжимается. Подтягивается 8 раз. Ну, потом я повысила свой рекорд и уже больше всех девочек... Ну, рекорд школы девочек. Ходила ли ты в какую-то спортивную секцию? Я занималась гамболом, плаванием, экстремальными видами спорта. Сноуборд, вейкборд. Ну, очень много чем занималась. То есть по спорту все было у меня всегда отлично. Просто нерегулярный был. Спортивная гимнастика была в институте. Я в институте буквально научилась садиться на шпагат, делать сальто, фляги. Подожди, но у тебя был какой-то технический, по-моему, вуз, да? Нет. Ну, вуз был технический, но специальность была гуманитарная. И там учат садиться на шпагат. Ну, да, секция гимнастики была. Я туда пошла и, в принципе, научилась прыгать там, научилась фляги делать и так далее. Вот. Ну, со спортом всегда у меня хорошо было. Но не хватало регулярности. И вот в питании огромный пробел был. Так, давай теперь по питанию. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Арине, можно их оставлять у нас в группе ВКонтакте «Страны ФМ». И, собственно, мы, надеюсь, что успеем ответить на какие-то из этих вопросов. Итак, что с питанием? Главные постулаты. Что ты нарушала? Все. Все, что можно было нарушить, я нарушала. Я пила вечерком пивко, могла выпить за компьютером. И мороженое каждый день. Я думала, что мороженое – это не так страшно. Каждый день по два мороженого ела и думала, откуда, почему же я все больше и больше становлюсь. Я же подтягиваюсь больше мальчиков. Ну да, я же спортом при этом каким-то занималась. И так, ну, лучше мальчиков многих. Но тогда не задумывалась о том, что вот посвятить себя фитнесу, вопросам питания? Только когда меня замотивировал один человек, вот, просто я посмотрела, насколько вот сила воли, там, дисциплинированность. И я подумала, что мне именно этого не хватает для того, чтобы достигнуть успеха. Что необходимо для успеха, друзья, вы скоро узнаете. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Смотрите лучшие в стране. Да, друзья, как вырваться из этого сладкого плена? Как не есть сладкое? Кого? О, спросить, конечно, спросим. Спросим нашу сегодняшнюю гостью Арина Скоромная в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Любила, Арина, мороженое. Да, любила мороженое и другие сладости. Ну, одно дело прийти в форму просто, когда ты просто хочешь поменять фигуру, а другое дело, когда ты это делаешь после родов. У меня же две трансформации были. Это первая моя трансформация в нормальную форму. Нормальную, в хорошую. В прекрасную, да, мужчины? Спасибо. Конечно, в прекрасную. Вот, и вторая трансформация после родов. Мне кажется, это какая-то феноменальная трансформация. Я не знаю, сколько у тебя первой трансформации занимало времени, но вторая трансформация 10 дней, судя по тому, что через 10 дней ты пришла после родов в спортивный зал. Как это возможно? Женщины уже спрашивают. Я даже готовилась к тому, чтобы прийти в спортивный зал после рода, потому что мне не нравилось, как я выглядела, и я сначала дома начала заниматься. Что это за занятие? Как я вообще к этому пришла? На самом деле, когда я забеременела, я начала, конечно, искать всякую информацию по поводу беременности, вынашивания, по поводу, думаю, найду по тренировкам по питанию что-то. Не нашла ничего. Вообще по всем просторам интернета не было никакой абсолютной информации, кроме какой-то йоги для беременных и правильного дыхания во время родов. Очень был этот рынок пустой, вот этот вот сегмент фитнеса. И я поняла, что я могу как раз быть тем первооткрывателем, который осмелится на эту тему говорить, давать советы, обучиться этому. И вот в течение всей беременности я это делала, я много очень читала, я обучалась, я занималась. Я снимала видео, будучи беременной, то есть тренировки. Подписывайтесь на Инстаграм Арины. Да, там можно все увидеть, там у меня есть и сайт в шапке профиля, там можно зайти, увидеть все видео, статьи, которые я написала за это время. И вот по ходу дела я писала всякие статьи, плюс просто вот, ну, у меня в уме такое было делать записи, из чего потом и появилась моя книга. Определенный дневник такой, да? Значит, теперь по поводу книги. Рассказывай, книга называется? Да, книга называется «Красивая, здоровая мама. Беременность и восстановление после родов». Вот, то есть эту книгу я писала в течение своей беременности и после родов. Достаточно, ну, в уме-то она у меня, я не думала, что это будет книга, я просто делала записи, а потом все как бы скомпоновала вместе, то есть делала такое пособие практическое, которое можно именно применить без лишних слов, без воды, а чтобы вот все четко по плану. Сейчас из зала нашего виртуального тянутся руки, где найти книгу? Книгу на моем сайте можно найти. Подожди, ее можно приобрести на сайте? Да, ее можно приобрести на сайте. В электронном виде. В электронном виде. Дело в том, что когда я ее... Вообще это очень, на самом деле, тяжелый путь, издание книги и так далее, потому что когда тебя еще никто не знает, тебя отовсюду все швыряют и так далее. И я обращалась в издательство, с тебя требуют нереальные какие-то суммы, тебе ничего не готовы потом за продажи отдавать, поэтому я решила все делать от и до сама. И я, то есть, уже это, ну, все очень хорошо знаю, все могу сама сделать. Издала сама, своими силами, своими средствами собственными. Вот. А потом уже, после того, как эта книга очень хорошо пошла, на нее очень сейчас хороший спрос и очень уже долго, ко мне обратилось издательство с просьбой напечатать мою книгу. Вот, друзья, делайте все сами, если хотите, чтобы все было хорошо. Это рецепт еще из пятого элемента, да, мы знаем. Сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу, ночные снайперы, ну, а потом продолжим общение с Ариной Скоромной. Лучшее в стране. Еще какое лучшее, дорогие друзья, Арина Скоромная в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», фитнес-эксперт, сертифицированный тренер, ну и, конечно, писатель. Значит, мы поговорили о том, что есть у тебя книга, ее можно приобрести на сайте, на твоем. И, собственно, Мариша пишет Купцова следующий вопрос, который, возможно, отражен в книге. Добрый день. Как надо правильно начать есть шесть раз в день, и что категорически нельзя при этом? И второе. А то очень тяжело вернуть былую форму после двух родов. Да, совершенно верно. И именно все подобные вопросы раскрываются в этой книге, но я в двух словах сейчас... Конечно, в двух словах это не скажешь, во-первых, потому что очень индивидуально. Но есть какие-то основные позиции, которые, при соблюдении которых, неминуемый успех будет преследовать. Это, во-первых, регулярные тренировки. Это не значит, что надо пахать там по 2-3 часа в зале каждый день. Приседать у детской кроватки или как? Можно приседать у детской кроватки. У меня... Я не только в зал ходила. Вообще, когда мне говорит какая-то мамочка, что она не может восстановиться после родов и похудеть, у нее нет времени на тренировки. Для меня это крайне удивительно, потому что каждая мама ежедневно с ребенком гуляет 2-3 часа. Как за это время не успеть на улице потренироваться, сделать те же выпады, приседания, пройти по горке вверх, по лестнице походить. То же самое, слинг надеть, кенгурушку, поприседать с ребенком с весом. На самом деле очень много возможностей в плане времени. Время всегда можно найти, особенно если вы делаете режим, как делала я. Чтобы успеть все. Я же еще и работала, и готовила, и стирала, и убирала, и за ребенком следила. Женщина-робот. То есть при желании все возможно. По питанию всегда сложнее всем. Что категорически нельзя? Мучное и сладкое, конечно же. Скажи, пожалуйста, какое-нибудь сладкое можно? Хотя бы обнадежь. Ну, стевию, чай, бросить. Какое-нибудь, конечно, можно. Не то, что можно, но и нужно. Фрукты. Обязательно нужно кушать фрукты, потому что правильное питание – это не ограниченное питание, а полноценное и сбалансированное. Надо именно этому уделять внимание. И не тому, как многие. Это уже прошлый век только калориям уделять внимание. Потому что калории можно набрать из совершенно разных продуктов, которые сами по себе нарушают гормональный фон и обмен веществ. Вы будете вписываться в калораж, но при этом ваше питание, ваш рацион будет только портить вашу фигуру. Но все равно вроде до обеда их можно есть, да, фрукты? Лучше потом... Ну, это такой, как бы, усредненный такой вариант. Она разрешила, друзья. Все, яблочко после обеда можно. Все, спасибо. Я на самом деле ела фрукты и вечером. Это зависит от конкретной ситуации. То есть, там, какой у вас график, во сколько вы встаете, во сколько вы ложитесь, какие у вас энергозатраты, опять же. То есть, много имеет значения. Скажи, пожалуйста, как заставить себя вот питаться правильно, дробно? А вот, ну, нельзя себя... Уговорить как вот? Не то, что заставить и уговорить. Если тебе что-то нужно, ты это сделаешь в любом случае. А если это нужно кому-то другому, то ты это не сделаешь. То есть, если это нужно мужу, который хочет, чтобы ты похудела, то никогда женщина ни ради кого себя в форму не приведет. Только ради себя самой. И только когда именно тебе это нужно, ты это сделаешь. И вот нету такого, как найти мотивацию. Она всегда есть. В среднем сколько примерно уходит время на то, чтобы вот простой человек, да, ну, который, например, занимается работой в офисе, приезжает с утра на работу вечером домой, и что-то, какая-то активность минимальная, да, и чтобы, так сказать, взял себя в руки и уже потом добился хорошей формы. Сколько, ну, в среднем так вот... Сколько в смысле месяцев она уйдет? Месяцев, да, да, да. А, я поняла. Ну, у меня первое время, то есть, когда я первый раз приходила к хорошей форме, так как у меня было отсутствие информации, ну, отсутствие опыта. То есть, я все делала с самых низов, с самого начала. Она сама прошла, да. Ну, да, то есть, если это такой путь, то это год. Если у вас есть наставник, который вам сам распишет, ну, программу тренировок, программу питания, у вас все будет четко, вы будете уверены, что у вас есть план, можно прийти в хорошую форму за три месяца. И тут, дорогие друзья, мы подходим к еще одной, пока еще не вышедшей книге Арины, которая вот-вот уже должна, наверное, появиться. Рассказывай. Это не то чтобы книга, это книга-дневник. Такой формат сейчас достаточно популярен и востребован. И я его делала каким образом? Я вот и книгу-то тоже писала. Я вот сажусь и представляю себя, что я вообще ничего не знаю, ничего не понимаю. Что я первый раз вообще, ну, то есть, я только решила прийти в форму, а у меня нет никаких знаний. И тогда я понимаю, что необходимо и что нужно человеку, который только пришел в это, который хочет себя привести в форму, но ничего не знает. И основываясь на вот этих вот данных, я писала вот эту книгу-дневник, которая, она помощник, она мотиватор. То есть там есть, смотри, вопросы питания, вопросы тренировок, что есть, что делать. Да, то есть там раскрыта полезная информация, вся информация, которую надо знать там по питанию. По тренировкам там, по моей методике, определенная, то есть... Ну, это для девочек книга больше, да? Она мальчикам точно так же подойдет, да. Для новичков. Хорошо. Мальчики и девочки о том, когда появится эта книга, как называется и где ее найти, мы узнаем очень скоро. Оставайтесь в компании Странный ФМ. Не переключайтесь. Все. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Еще раз всем огромнейший привет. Арина Скоронная сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Дорогие друзья, не просто красавица, еще и фитнес-эксперт, а также писатель. Итак, мы поговорили с тобой о том, что вот-вот появится книга по фитнесу, по питанию, по тренировкам. Когда мы ее сможем увидеть, скачать, приобрести в бумаге? Расскажи, пожалуйста. Ну, приобрести ее можно будет, конечно, на моем сайте. Заходите в Инстаграм, смотрите в шапку профиля, там мой сайт указан. Вот, в Инстаграме я буду о ней писать. Но планирую я ее презентовать на мероприятии, которое называется SNPRO. Это ежегодная российская, крупнейшая российская выставка по фитнесу и бодибилдингу, где будут представлены множество брендов, там, спортивного питания, спортивной одежды. Там будет и пауэрлифтинг, и тяжелая атлетика, и соревнования по фитнесу и бодибилдингу. И, ну, силовые виды спорта. Ну, мы уже об этом знаем, у нас идет рекламный ролик в эфире Страны ФМ, правильно, друзья? Что будешь делать, ты там расскажи. Я там буду на двух стендах. Один стенд — это журнал, в котором я колумнист. Так, он называется? Он называется «Железный мир». Вот, также этот журнал презентует премию, как раз-таки направленную на медиа. «Фитнес и медиа-эвордс». И ты можешь получить эту премию, да? А я номинирована на эту премию. Номинирована, все, отлично. Да, так как я медиа-персона, вот, пока поздравлять, наверное, не с чем. Хотя номинация — это тоже здорово. Вот, спасибо. Я номинирована, я там буду, там, более того, там будут мои продукты. Вот книга первая, там еще антицеллюлитный комплекс у меня есть. И вот эта вот книга тоже. Я надеюсь, что я успею. Ну, возможно, я и не успею. В бумаге она будет, да, у тебя планируешь? Да, она будет именно в печатном, потому что очень важно, очень девочки особенно любят, чтобы можно было открыть, поставить себе плюсик. Она будет розовенькая или голубенькая, какой дизайн? Вот как раз, вот как вы угадали цвета. Это розовенько-голубенькое что-то будет. Отлично, все, мы ждем тогда. И хотелось бы вот что сказать. Значит, ты говоришь о целлюлите вообще, вот, антицеллюлитная программа. Да. Возможно ли его победить? Полностью нет. Нет. Ну, я имею в виду, чтобы вообще там жирочка нигде не осталась. Это нужно стероидные препараты употреблять. Не то, что нужно, не вздумайте ни в коем случае. Для этого потребуется. Да, для этого потребуется, но не нужно. Потому что женщина – это женщина. Женщина не мужчина. У нее по природе отложение жиров в области бедер, ягодиц и животика – это норма. Можно это максимально убрать, то есть превратить в красивую... Ну, минимизировать, да. Да, минимизировать, и чтобы это красиво выглядело. Но совсем бороться с вот этим жиром я не рекомендую, потому что это может повлечь проблемы со здоровьем. Вот, соответственно, можно разгладить. Вот целлюлит – это же не просто жир. Это фиброзное образование, такие затвердевшие ткани. И вот чтобы разгладить их, чтобы это не выглядело, как апельсиновая корка, над этим, конечно, можно бороться. Подробности у тебя на сайте? Да, у меня все написано, и как это делать, и... Хорошо. Давай по питанию. Что... Вот с чего начать, если мы собираемся заняться собой? Сразу меняем питание, ищем фитнес-тренера. Вот буквально несколько таких важных стрихов, скажи. Фитнес-тренер, он нужен хотя бы на первые несколько занятий, чтобы показать технику правильную. Потому что при неправильной технике можно не только себе не сделать форму, но еще и травмироваться. И очень многие идут в зал без тренера, и потом лечат... Ну, как лечат? Это уже не вылечить протрузии и грыжи в позвонке. Не ходите без тренера в зал. Да, с этим надо быть аккуратнее. Потом связки коленные, суставы. То есть все надо грамотно разогреть. То есть подход должен быть грамотным изначально. Потому что если неграмотно подойти изначально, там, самодеятельностью заниматься, можно злую шутку со здоровьем сыграть. Вот. По поводу питания тоже. Не резко. Никаких диет. Это должно быть не диета, а правильное питание. Рацион менять. Да. Менять рацион, и очень постепенно. То есть резко я не рекомендую делать, потому что вы можете, опять же, замедлить обмен веществ. Это будет стресс для организма. Постепенно убирать мучное, сладкое, жирное, соление. Скажи, пожалуйста, ну какой-то ведь жир можно употреблять? Конечно. Какой? Есть и полезный жир. Это ненасыщенные жирные кислоты. Это омега-3. Можно употреблять в капсулах. Можно брать из орехов, из рыбы. А вот, например, оливковое масло, льняное масло. Да, это тоже шикарный продукт вообще. Масла. Это очень хороший продукт, потому что очень положительно влияет как на здоровье, так и на процесс похудения, на ускорение обмен веществ. Это и льняное масло, и кунжутное, и кедровое, и овсяное, и оливковое. Скажи, пожалуйста, вариант завтрака от Арины Скоромной, который вот, может быть, чаще всего ты применяешь в своей жизни. Вот по поводу вариантов завтрака. У многих людей такое ошибочное мнение существует, что типа на завтрак можно всё, там в этот приём и ничего не будет. А ужин там не ужин. Отдать врагу. Отдать врагу, да. Это абсолютная неправда. Это ложь и миф. На самом деле на завтрак нельзя есть всё подряд. Виноград нужно есть либо белок, либо сложные углеводы. Ну, с добавлением фруктов, с низким гликемическим индексом. Введите в гугле, что такое гликемический индекс, там есть таблица. Почему? Потому что с утра вообще организм наиболее восприимчив к скачку уровня сахара в крови. То есть виноград нельзя есть, да, наверное? Нет. Вот, да. То есть если мы начинаем есть с утра финики, виноград, там, всё, что там с высоким гликемическим индексом, у нас поднимается уровень сахара в крови. И отложение жиров, мы, конечно, это не перерабатываем ничего. И таким образом... Ну, а яичницу, например, вот? Яичница – отличный вариант. Яичница, потом каша. Там овсяная, гречневая каша. Можно добавить и ягод. Можно там яблоко добавить, сухофрукты. Но не все. А если мюсли? Мюсли нет, там сахар во всех мюслях. Да, сахар есть. Даже вот эти с названием. Поклонники яичницы спрашивают, можно ли бекон добавить к яичнице? Ну, нежелательно. Если вы похудеете, то бекон нежелательно. Слишком уж это жирное. Всё, только яичница. А омлет? Омлет, пожалуйста. Да, омлет. Всё. Насчёт подшофе. Конечно, сегодня пятница. Но, друзья, у нас в гостях Арина Скоромная. Поэтому мы, конечно, не можем ничего себе позволить. Или можем. Скажи, как вот в мире фитнеса? Допускается ли что-то вот употребление хотя бы по праздникам? Например, СНПро начинается и отметили. Ну, многие, на самом деле, себе позволяют. Кто в фитнес-индустрии, да, позволяют себе. Ну, немножко сухого вина, красного там. В принципе, можно. Но я не особо любитель. То есть у меня был период, когда мне нравился вкус вина. Но всё равно я достаточно редко могла там выпить бокал. А сейчас что-то вообще. Скажи, как нутрициолог по поводу вина, что ты скажешь вообще? Ну, алкоголь это вообще как нутрициолог. Я скажу, что это нехорошо. Это яд, друзья. Всё, завязывайте. Это действительно яд. Можно обойтись и без этого спокойно. А удовольствие получать от того, что вы хорошо потренировались? Ну, например. Или достигли какого-то успеха в своей деятельности. Несколько ещё давай блюд назовём на обед, на ужин. Что вот такие есть? Ну, на обед, опять же, по-разному. То есть я могу себе позволить там пасту съесть даже. Ну, правильную пасту, конечно. Не всю. Можно ли пасту есть, например, с фаршем? Это же белок получается, углеводы и белок. В принципе, можно, но в зависимости от ситуации опять. Если мы всё планируем на похудение, то лучше раздельно. То есть углеводы и белок употреблять раздельно. Белок с овощами, с клетчаткой. Это может быть там, ну, та же грудка. Не обязательно грудки есть. Вот тоже все думают, что это грудки брокколи. Нет. Совершенно. Можно также и индейку. Можно и индейку, и не только грудки, но и голени, и бёдрышки. И можно и говядину нежирную. А кожу снимать с курицы? Да, вот кожу сюда. Кожу снимаем, да. Можно и котлетки вкусные сделать. Фасоль, фасоль, скажи, пожалуйста, как применяется. Фасоль, да, конечно, конечно, можно. Фасоль, нут, очень люблю нут. Вот, прям, я фанат нута. И теперь давай по поводу ужина. Ну, вот в ужин как раз-таки лучше избежать углеводов. Лучше пускай это будет белок. Кстати, мне очень нравится на ужин. И у меня очень, у меня же подопечных много. У меня всем подходят яйца. То есть это, он и воспринимается организмом, усваивается хорошо. Яйца можно, например, с овощами. То есть только овощи должны быть не сырые. Фасоль стручковая, к примеру, можно? Да. Можно быть. Не сырые, а вот термически обработанные, потому что на ночь. Своих подопечных ты заставляешь желтки вынимать из яиц на ужин? Не все, то есть, ну, я позволяю, потому что жиры нужны не только ненасыщенные вот эти, которые, а в процентном соотношении, то есть 60 на 40. То есть насыщенные жирные кислоты тоже должны присутствовать в виде желтка, например. Арина, и перекусы в течение дня. Вот, ну, наверное, ты тоже перемещаешься по Москве, по работе. Да, конечно. Что ты на перекус используешь? Это могут быть хлебцы без добавления сахара и дрожжей. То есть, ну, такие хлебцы, в которых только там зерно плюс соль, например. Рекламировать не буду. Не надо. Да. Ну, я думаю, вы сами найдете, по составу посмотрите. Хлебцы, например, с сыром или с творожным сыром или с творогом. А творог вообще как? Он полезен? Кальций там все дела эти. Если это натуральный творог, то да. Уж лучше пускай он будет более жирненький. Утром, вечером? Не вечером. Не вечером. Вообще молочные продукты, они, в принципе, имеют такое свойство задерживать воду. Поэтому, если вы хотите вот похудеть, и чтобы вода не задерживалась, то молочные продукты, ну, не то чтобы убрать совсем, но к минимуму свести. Или свести тогда их в первую половину дня, чтобы... Да. Засунуть в первую половину дня, чтобы не под вечер. Хорошо. Мы с тобой еще не засунули тему Софии в нашу беседу. Расскажи, как она поживает. Ей четыре года, да, насколько я понимаю? Нет, еще четырех нет, но в апреле будет четыре года. Вот. И три с половиной. Замечательно она поживает. Мы с ней постоянно всяким творчеством занимаемся. Это и спорт, это и какие-то представления, стихи учим. Ну, сейчас она очень много также проводит времени с бабушкой и с дедушкой, потому что у меня работа такая. Я вот сюда буквально из Самары прилетела. Вот постоянно какие-то командировки, съемки и так далее. Ну, у тебя семинары, в принципе, тебя же можно пригласить, например, как вот ты в Краснодар или куда ты собираешься. Да, я и сертификаты выдаю тоже. У меня очень обширные темы, очень большой материал. И по разным темам, по питанию, по тренингу. Можно ли фанатам фитнеса надеяться, что у тебя будет школа фитнеса Арины Скоромниковой? Ну, школа фитнеса, я думаю, что все-таки нет, потому что, ну, наверное, не то это. То есть я готова участвовать. Возьми. Да, готова участвовать и повышать квалификацию, ну, вот в плане тренинга, там, женщин, беременных, кормящих, там, и так далее. Но именно свою школу фитнеса не совсем мое. Когда обращаются к тебе, Арина, вот так и так, хотелось бы заниматься, но не хватает мотивации. Есть ли какой-то вот у тебя, может быть, золотой ключик, который прям открывает вот эту вот дверцу стремления в женщине, и она прям уже спокойно работает? Ну, вообще, достаточно мне просто пообщаться с человеком. Как правило, у него после общения со мной почему-то появляется мотивация. Я не знаю, я ничего специально для этого не делаю, просто рассказываю, как я живу и как я думаю. Вот, прям каких-то ключиков я сама не знаю, потому что для меня единственным ключом, ну, ко всему, что у меня получилось, была целеустремленность, ну, то есть цель и дисциплинировать целеустремленность. То есть я вот хочу добиться этого, я хочу. То есть если целей нету, то не будет успеха, точно. Друзья, ставьте цели, например, если у вас нет какой-то определенной цели, интересно провести выходные, можно прийти на SNPRO, правильно? Да, кстати, это отлично, действительно, там, потому что не просто стоят стенды и все просто там стоят. Там дух. Там действительно шоу будет, да, там спортивный дух, вот там можно зарядиться мотивацией, как раз прийти на это мероприятие и получить там дозу мотивации, потому что будут также заграничные звезды фитнес-индустрии и наши российские. Посмотрев на них не зарядиться, просто невозможно. Большое спасибо, я желаю, чтобы у тебя получилось с книгой по фитнесу как можно быстрее. Спасибо большое. И чтобы вообще во всех твоих проектах, на которые мы смотрим в Инстаграме, все было наилучшим образом. Арина Скоромна в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Большое спасибо и до новых встреч. Спасибо большое. Пока. Субтитры подогнал «Симон»